Какой же русский стол без холодца? Ну а как варить этот самый холодец мы узнаем, отправившись в Павловский посад. Оказывается, там проходит фестиваль холодца. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Наши ряды привлекли особое внимание не только разнообразием блюд, но и отличным настроением. Вот сейчас я подойду к нашим мастерам, которые привезли сюда свои угощения. Здесь даже самое главное не холодец, здесь самые главные люди, атмосфера. Это шикарный праздник. Сударыня, барыня, сударыня, барыня, барыня, сударыня, барыня. Уже второй год приезжаем, довольные, счастливые. Да, немножко снежок, холодновато, но мы веселимся. И у нас холодец, у нас пирожки, у нас ручной работы товары и классное, хорошее настроение. Ну и, конечно, главным действом, ради которого, собственно, и был организован фестиваль холодца, это определение рекордсмена по весу и размеру. Над огромным шедевром под названием «Царь-холодец» трудились несколько дней. Елена Архипова – повар-технолог. Именно на ней особая ответственность – сделать все по точному рецепту. А он, между прочим, имеет очень интересную историческую основу. Сегодня мы сварили большой, огромный холодец по старинному рецепту 905 года, где у нас входят очень различные ингредиенты. Входит сюда телячья голова, нежирная говядина, тушка куропатки. Секретный ингредиент от говядины, про который я не скажу. Это очень своеобразный. Потом морковь, петрушка, ну и овощи, соответственно. Итак, барабанная дробь и на весы помещается самый большой холодец в мире. Ну, к слову, самым большим он признан экспертами Книги рекордов Гиннесса, которые приехали, чтобы засвидетельствовать результат. «Царь-холодец» сварен, взвешен, внесен в Книгу рекордов Гиннесса и благополучно разобран честным народом.